Здравствуйте, уважаемые автовладельцы и господа автослесаря. Каждый считает, что меняя колодки, ничего страшного и ничего сложного в этом нет. На самом деле это заблуждение. Большинство клиентов, которые к нам приезжают, неисправны тормозной системой. Причина неисправности является закипкой направляющей, которые, к сожалению, многие не мажут и не представляют, зачем это нужно делать. Вот эта машина у нас как постоянный клиент. Используя смазку, как мы видим, МС-1600, человек приехал с заменой колодок. Используя смазку, мы без трудности, без труда открутили направляющую, вынули их пальчиками. Как мы видим, ни коррозии, ни ржавчины, ничего. Изумительно выше. Дальнейшую. Все считают необязательным мазать пыльник поршня. Это тоже заблуждение. В обязательном порядке. Секунду. Для автогладельцев, слесаря, я думаю, знают. Поднимаем вот так вот аккуратненько пыльник. И поднимем вот ту же смазочку со шприца. Мы наносим аккуратненько, аккуратненько, тонким слоем. Плавненько надавливаем на шприц. Во-первых, у нас не дубеет пыльник от температур. Во-вторых, поршень у нас остается не коррозийный. И так же плавненько и мягко ходит. Как мы видим, это без труда все происходит. Делаем это съемничком. Можно, в принципе, и пальчиком, но за весь день пальцами так накрутишься, что домой приходишь уже и рук не чувствуешь. Как мы видим, поршень у нас идеально зашел. У нас смазалась манжета и смазался сам поршень. Остатки смазочки у нас остаются под пыльничком. Смотрим излишки. Если остались, то мы их убираем веточки. У нас их не осталось. Дальше процесс сборки в обратном порядке. Колодочки старые вымем. Тоже мой ставим. Выходят они у нас пальчиками. Дабы не затруднять работу суппорта, чтобы была эффективность торможения. При этом мы берем направляющие. Издаляем старую смазочку веточью. Потому что на ней все равно остаются микрочастицы. Наносим новую. Этого будет достаточно. Сейчас мы аккуратненько пальчиками это разровняем. Обязательно смазываем резьбовую поверхность. Чтобы мы в следующий раз могли со спокойной душой также взять, без усилий открутить. Продолжение следует... Ну, собственно, и все. Дальше уже процесс затягки пойдет. В дальнейшем, чтобы вам так же без проблем и нормально работал суппорта, было эффективное торможение, применяйте смазку МС-1600. Меняешь колодки, смажь суппорт. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!